Инструкция для преподавателей по заполнению заданий для студентов. Открываем браузер Google Chrome. В адресной строке вводим адрес Платонуса. 109.248.152.28. Enter. При открытии вкладки «Кустанайский педагогический колледж» запрашиваются логин и пароль. Логин. Вводим свой логин и пароль. Нажимаем «Войти». Открывается главная страница личного кабинета. Теперь наша задача назначить задание для студента. Нажимаем «Задание» и начинаем назначать. Назначить задание вкладка. Получатели. Нам надо добавить получателей. Нажимаем на вкладку «Добавить». Выбираем учебный год 19-20. Семестр 2. Кому выбранным обучающимся потока. Академический поток. Выбираем поток. Я буду работать с компьютерными технологиями. Группу выбираю. ДПМ-21. Тип оценки. Текущая. Открываются найдены 23 студента. Чтобы просмотреть полностью всех студентов, у нас есть выбор 5, 10, 20 или 50 студентов. Я выбираю вкладку «50» и у меня просматривается полностью все студенты. Возле «Полное имя» я нажимаю, устанавливаю галочку и выбираю кнопку «Добавить». Переходя вверх, «Обучающиеся добавлены». То есть все полностью, также выбирая, все полностью студенты добавлены, сохранить. Выбираю вкладку «Задание». Приступаю к установлению задания. «Тема». Заполняю тему. И нам надо установить время приступить к выполнению задания с и выполнить задание до. Если мы заполняем задание, чтобы студенты выполнили на следующий день задание, то есть завтра, значит, я устанавливаю сегодняшнее число, то есть 30 марта и выполнение задания до 1 апреля. Когда заполнили все три вкладки со знаком «Звездочка», обязательно нажимаем «Сохранить». Задание успешно сохранено. И теперь редактируем наше задание. Текст задания. Здесь вы можете установить, расписать студентам ход работы, критерии оценивания. Также здесь можно добавить файл или добавить ссылку. Я буду работать с добавлением файла, где у меня указан весь теоретический материал и полностью указана практическая работа. Добавить файл. Выбираю вкладку. Также выбираю, где находится у меня в открывшемся окне мой файл. Вот он у меня, тема 9 и 10. Выбираю, нажимаю «Открыть». Также здесь может быть «Добавить несколько файлов», «Добавить файл». Я выбираю, допустим, «Презентацию открыть». Если я что-то лишнее добавила, здесь есть у нас кнопка «Удалить». Нажимаю «Удалить». Да, действительно, я хочу удалить. Все. То есть я указала тему, начало занятия, конец занятия, ход работы, критерии оценивания. Добавила файл, то есть каким они при скачивании будут работать. Теперь я сохраняю и назначаю задание. Назначить задание выбираю. Задание успешно назначено. Статус задания должен быть указан обязательно «Выполняется». Как проверить, что вы задание отправили студенту? Нажимаем на вкладку «Назад» и выбираем. Статус задания выполняется. Статус получателя выполняется. «Семестр 2. Академический поток. Компьютерные технологии. Группа. ДПМ-21». Вот, пожалуйста, у меня вышла тема задания. Вышла. Выполняется 0 из 23. Чтобы открыть, просмотреть индивидуально, я нажимаю на зеленый плюсик. И здесь пофамильно указывается задание. Допустим, чтобы просмотреть полностью индивидуально задание. То есть я задание назначила. Что сейчас хочу показать? Как проверить задание студента? Когда вы открываете главную страницу своего личного кабинета, при отправке студентам заданию у вас появляется при вкладке «Задание» обозначение, сколько количества заданий отправлено студентам. Выбираем «Задание». Возле «Исходящих» у меня при теме «Задание» получатель, то есть одно отправлено задание. Открываем зеленый крестик. Появляется задание, то есть красный кружок, показан непрочитанные ответы, то есть статус отправлен на проверку. Открывая индивидуальную работу студента и просматривая ее. То есть этот студент прикрепил свою работу. Я ее могу скачать, просмотреть и поставить оценку. Во вкладке «Задание» есть клавиша «Отправить на доработку», то есть вернуть работу, «Отмена» и «Выставить оценку». При выставлении оценки нажимаем на вкладку «Выставить оценку» и текущая оценка у меня, оценка полностью сделанная презентация с кластером, это «5». Дата выставления оценки 30 марта. Сохранить. Статус задания поменялся на «Выполненную». Переходим назад. И в статусе «Выполняется 1 из 12». То есть статус перешел на «Выполнена». Текущая оценка 5.